МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Даже не знаю, как сказать правильно. Совершили круиз или прокатились с ветерком вокруг Черного моря? Рассказывайте. Это скорее мотопробег, который мы планировали еще с весны. Мы с моим другом Андреем Маштаковым объехали 7 стран. Соответственно, начало Россия, Грузия, Турция, Болгария, Румыния, Молдавия. Украина и опять Россия. Таким образом, мы были в дороге 24 дня. Общий пробег составил от дома до дома 10 600 километров. И на этой дистанции огромного размера наверняка вам встречались какие-нибудь вкусные, замечательные вещи. Что мы сегодня готовим? Сегодня мы готовим яичницу по-румынски и греческий болгарский салат. И он греческий или болгарский? Он греческий, но в болгарском исполнении. Мы были в кафе, попросили официанта принести нам какое-нибудь национальное блюдо. Официант сказал, ребята, у нас вообще-то итальянский ресторан. И мы готовим итальянские блюда. Мы сказали, хорошо, тогда принесите нам греческий салат. Он сказал, сейчас. То есть для него это было итальянское блюдо? Для него это было итальянское блюдо, его это не смутило. Смешение традиций кулинарных разлеживается. Ну а если хотя бы пару-тройку слов сказать о каждом месте, ну не каждом месте, а о каждой стране вашего пребывания, вот этого путешествия, что запомнилось, что впечатлило? Впечатляли, конечно, города. Если в России, то впечатлил, конечно, город Волгоград, который не имеет объездной дороги. И транзитный транспорт идет через весь город, а это ни много ни мало, минимум 50 километров. Вам гарантировано, что вы едете по городу вместе со всеми жителями Волгограда, которые тоже недовольны вами. Дальше наш путь лежал уже в Грузию. В Грузии нам интересно было проехать по военно-грузинской дороге. Можете себе представить горы высотой порядка до 2000 метров над уровнем моря. И вы поднимаетесь по серпантину. При этом, ну, серпантин, понятно, что дорога извивается, но при этом нет дорожного полотна. То есть это камни острые, это грунт. И едут другие участники движения, которые считают, что они важнее, чем ты, потому что ты же меньше. Потом была у нас Турция, не та, которую мы все привыкли видеть, курортная Турция. Курортная Турция и некурортная – это просто две разные страны. Мы ехали по Черноморскому побережью, и мы ехали по Средиземноморью в Турции. И могу, так скажем, авторитетно заявить, что это две разные страны. Ну, люди добрее, цены ниже. Да, люди добрее, цены ниже. И вот в глубинке они тебя воспринимают как брата. Я правильно понимаю, и в Турции, наверное, можно греческий салат попробовать? Вот именно вот в такой интерпретации. С мелко натертой. Да, с мелко натертой. Обращаю внимание, именно с мелко натертой брензы. По-другому не труд. Тут, ну, может быть, там дырочки в терке такие самые мелкие. А давайте расскажем про Румынию. Ну, вот мало что я знаю про Румынию. Я тоже когда... Люди, дороги... Нет, про дороги пока не надо. Давайте люди. Про людей. Да. Первого человека, которого мы встретили в Румынии, мы приехали в город Энфари-Норд. Так вот, нам встретился цыган. Он был нам так рад. Он меня под руку взял, не отпускал. Он меня очень крепко держал, чтобы я не сбежал. Он меня привел там кафе на первом этаже с такой террасой, а на втором этаже номера. Я с хозяйкой договорился. И чтобы для наглядности я достал купюру 20 евро. Она говорит, о, вполне хватит. Я так понял, что сдачу нам не сдадут с этой купюры, но она есть. До этого у нас там кемпинг стоил 30 евро в сутки. А здесь гостиница с душем, с туалетом. С едой все включено. Ну, практически все включено. А это, я так понимаю, завтрак по-румынски. Да, это яичница по-румынски. Так она и выглядела. Завтрак туриста. Богатого туриста. Да, завтрак богатого туриста. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Греческий салат по-болгарски и яичница по-румынски. Для салата достаточно крупно нарезать все овощи, добавить маслины, заправить оливковым маслом и уксусом. Солить, поперчить, подавать с брынзой. Для яичницы в кастрюлю с кипящей водой и с добавлением уксуса по очереди опускать разбитые в половник яйца. Едва не схватится, поместить их в форму, смазанную маслом, присыпать тертым сыром, запекать в духовке 3 минуты. Огромное вам спасибо, Николай. А куда дальше поедете? Вокруг чего? Земли? Обычно мы не говорим, куда мы поедем. Но обязательно, наверное, вокруг чего-нибудь поедем. И да придете сюда. Позовете? Конечно. Придем. Еще несколько слов нашим зрителям и удачи. Хочется пожелать удачи и, как говорят байкеры, не гвоздя и не жезлы. Мне всегда казалось, что перец в греческом салате должен быть запеченным. А еще я считала, что все-таки в болгарском салате должна быть бронза мелко натертая. Ну, она и так мелко натертая. Да? Ну, в реале-то это было в 6 раз больше. Продолжение следует...